Понимаю, в океане, я говорю, купался во время работы в Индийском океане, больше ничего. И я тоже не понимаю, вместе разберемся. Вот, более 10 лет там работаю, в Институте океанологии. И выпустил книгу «Триада мирового океана» в прошлом году. «Триада мирового океана» здесь около 50 моих статей по популяризации мирового океана. Причем выпустил институт. Это мне было приятно. А вы знаете, что вы, конечно, если востоковеды или кто-то другие, так другой специальности. Но мировой океан занимает 72% нашей Земли. И по оценкам крупного нашего специалиста, академика Александра Петровича Лисицына, мировой океан изучен гораздо меньше, чем ближайший космос. То есть там есть кому что. А главное, я заметил, что там сотни докторов, кандидатов в науку в институте, огромные институты, тысячи человек, четыре отделения. Когда они выпускают свои монографии по 400-500 страниц, я к ним подхожу, изложите сущность вашей монографии на трех-четырех страницах. У меня в независимой газете появилась своя ежемесячная рубрика. Я говорю, пропущу. Мало кто это делает. Если делает, у них не получается, к сожалению. Приходят за них. Ну, не считайте за хвосту 100. Но я выпустил по этому пути. Вот видите, я знал. Удивительный квантовый мир. Специалистом по квантовому миру стал. Альберт Эйнштейн и современной физики. Несколько статей о теории относительности. Опубликовал в независимой газете НГНУК. О специальной теории относительности, об общей теории относительности. И третья статья называется «Теория относительности и модернизма XX века». Вот чем занимаюсь. И вот недавно выпустил выдающийся мусульманский ученый. Вот буквально в этом году выдающийся мусульманский ученый. Конечно, доминирующийся позиции занимает по-прежнему здесь Абдусалам. Абдусалам там же, рядом с ним, Абдусалам решил опубликовать небольшие очерки о двух пакистанских ученых, которые постоянно поддерживали Абдусалама на всех этапах его жизни. Друзья. Да. И они же тоже крупнейшие ученые с мировым именем. Сами. Это доктор юридических наук Зафроллахан. И второй – Мирза Музафар Ахмад. Он экономист-практик. А какие… Раз уж вы мне представили, я об этой книге уже начну, а потом расскажу что-нибудь. Так, когда три года, два года тому назад был в Индии, туда меня приглашали как специалиста по квантовой физике на международной конференции. Ну, мы пока оформляли, пока я оформлял визы, опоздал, ну, поехал. Мой друг говорит, поехали, побывал неделю там. И перед отъездом посетил нашего посла, крупного специалиста по Индии, это Александр Кадакин. Я ему сказал, я ему подарил свои книги по Абдусаламу на английском, на русском языках. И сказал, что вот такие люди, как лауреат Новосибирской премии Абдусалам, Зафроллахан, Эмм Ахмад, вывели положительный имидж Пакистана на международную арену. А сейчас, что происходит в Пакистане? Кошмар! 30 лет, я вот не знаю, почему не пришли пакистановеды, я могу прямо сказать, что 30-40 лет в Пакистане происходит деградация. В политическом смысле, экономическом и даже в какой-то степени культуре. Потому что нет таких выдающихся людей, которые стояли на истоках, на истоках пакистанского государства. Вот как раз Зафроллахан был первым министром иностранных дел Пакистана в течение 7 лет, о котором я здесь пишу. Он был министром иностранных дел 7 лет, а потом представителем Пакистана в Организации Объединенных Наций. Его избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН. Это самая высшая дипломатическая должность. После этого он служил около десятка лет в международном трибунале, в юридическом трибунале в Гаге. И стал в возрасте 75 лет, стал президентом Гагского международного трибунала. Ушел только 80 лет. И вот эта выдающаяся личность, потом он переселился в Лондоне, 10 лет прожил. Живя в Лондоне, он издал... Что он сделал? Он перевел с арабского языка на английский язык священный Коран. То есть арабский и английский, его не родные языки. У него родной язык, значит, панджавский и урду. И перевел, и издал где? В Оксфордском университете. Чтобы издать в Оксфордском университете какой-то труд, он должен высощающего качества. Вот один из таких людей именно был как раз он. Он... Он... Я здесь прочту, если вас витомляю, интересный момент, почему я о нем пришел. Вот он еще издал книгу «Ренессанс оф ислам». Оттуда я вот перевел. Послушайте, это интересно. Это интересно. Я впервые встречаю такие, так сказать, высказывания. Вообще, это ученого. Ислам является воплощением истины. Нет ни одного фундаментального явления, которое не упоминалось во священном Коране. Но это... Многие говорят об этом. Дело не только в этом. Он признает всех пророков и их изречения. Всех пророков имеется в виду всех религий. Еврей, принявший ислам, не должен отрекаться от Моисея и других пророков иудаизма и их учения. Христианин, принявший ислам, не должен отвергать Иисуса и Библию. Он должен верить его учению. Приверживец зороастризма не должен отречься от Синдавеста и своего учения. Сторонник индуизма не должен отказаться от учений Вет и Бога Рамы и Кришны. И он может оставаться приверживцем этих учений. Принимая принципы ислама. Буддист не должен отречься от учений Сакья Муни Гаутама и лорда Будды, достигшего высочайших вершинств. То же самое относится к сторонникам конвенцианства и сикхизма. Не нужно отвергать положение этих учений, чтобы стать мусульмаником. Это найдите подобное, так сказать, изречение у кого-нибудь у богословов мусульман или у других представителей религии. Вот отношение. Речь идет о взаимном отношении с цивилизацией. О взаимопонимании между цивилизациями. Вот такой был Зафруллахан. Что касается третьего человека здесь, упоминаемого. Это Мирзаму Зафруллахан. Он был во времена, когда был президентом Пакистана, фельдмаршал Айфхан, он был министром экономических дел, министром финансов. И при нем как раз Пакистан развивался тембами 6-7% ежегодно рост экономического роста. И уехал. Вернее, как получилось? Когда он поднимался с заседания, по-моему, по эскалатору, с заседания Совета Министров Пакистана, террорист напал ножом в грудь. Кровоточащий, здоровый Мирзам Мазафар Ахмад взял, схватил ее за две руки и сдал полиции. И потом полечился месяц и уехал в США. Уехал в США, его сразу заметили, выздоровел, его пригласили в Международный банк. Он был исполнительным директором Международного банка, исполнительным директором Международного валютного фонда. Никто из мусульман до сих пор такие важнейшие должности международных экономических, финансовых организаций не занимал. Вот какие люди, о которых я пишу здесь. Все. Если будет желание, простите, я вам подарю. Сэр Анатолий Михайлович, профессор, дорогой мой, мы с вами уже не первый раз здесь встречаемся. Мы провели 80-летие, посвященное 80-летию Абдусалама провели конференцию, здесь научную конференцию, куда я пригласил тогдашнего посла Кази. Он пришел и выступил здесь как раз. И были другие пакистанцы тоже. И потом мы провели презентацию моих книг тоже с Анатолием Михайловичем. Я благодарен Анатолию Михайловичу, мы дружим. И он постоянно меня приглашает. И вот сейчас вот последнюю книгу я раздам. А что касается этих других книг, я их отдам через Анатолию Михайловичу библиотеку Института Востоковения. Там их можно будет прочитать. А эту триаду мирового океана вам не нужно, я ее забираю. Ладно. Анатолий Михайлович, все то, что я хотел сказать. Дорогие друзья, честь и хвала Емундузу Нуреевичу, что он издал первую в нашей стране книгу об Абдусаламе. Ведь Абдусалам – это единственный в мусульманском мире ученый, лауреат Нобелевской премии. Единственный. Поэтому даже удивительно, что до сих пор никто им не занимался. И вот именно Емундуз Нуреевич взял на себя эту благородную миссию. Абдусалам – судьба этого человека принадлежит к числу тех, которые не могут не удивлять. Продолжение следует.